Ну и у нас в гостях глава, да, Sam Entertainment и русского шоу-центра Надежда Соловьёва, главный, наверное, для меня, по крайней мере, промоутер в России. Здравствуйте. Здравствуйте. Я немножко переврала с перепугу в анонсе все ваши регалии, а главное ошиблась в хронологии, потому что не 15, а 25 уже лет вы стоите практически у руля всего самого интересного, что происходит в стране в плане музыки и каких-то выступлений. И, конечно, для меня просто большая радость, что мы сегодня наконец-то общаемся. Что-то долго мы собирались. Да, сто лет во всем мы там вращались, но ни разу не соприкасались, потому что я как-то, вы всегда были по ту сторону процесса, я там либо носилась по красной дорожке, либо прыгала по сцене. Но мне, конечно, всегда хотелось оказаться где-то там, рядом с артистами, пить с ними кофе, общаться и прочее. Но действительно, удивительным образом, наверное, все-таки вы виноваты в том, что преломили вот этот какой-то холодок и такую подозрительность со стороны вообще западного мира, по крайней мере, шоу-бизнес мира, относительно России. Потому что ведь одно время к нам в страну приезжали только забытые имена. Одно время к нам вообще никто не приезжал. Давайте начнем с того, что у нас существовала государственная организация под названием Госконцерт, и привозила только того, кто входил, так сказать, в систему координат. Нет, не обязательно в соцлагерь, но приезжали классические исполнители, приезжали оркестры, ну, конечно, артистов из жанра странной музыки приезжало довольно мало. Ну, по-моему, Бунием только, да? Нет, ну почему? Элтон Джон приехал в 79-м году, BBC снимала фильм об Элтоне Джоне, он был в Москве и в Питере, выступал в России, в Октябрьском зале в Питере. Был Элтон Джон. Ну и дальше там были итальянцы, все приезжали, да, Альбана и Рамина Пауэр, но все... Нет, приезжали, но мало, конечно, мало. Ну, я вот просто, увы, не застала этот период в активном таком... То есть я еще не была посетителем мероприятий, но я очень хорошо помню, что когда закончился Советский Союз и началась Россия, мы все уже начинали потихонечку понимать, прозревать, что на Западе есть великая музыкальная культура, и к нам она очень мало относится. Вот, там, смотрели в программе «Взгляд» хит-парады Уитни Хьюстон, Паула Абдулла, Майкла Джексона, и я просто помню, как было нам всем обидно, что к нам приезжают только те, кто там уже давно отгремел, отболел, и, в общем, лет 20... Ну, это даже, мне кажется, дело не в том, что кто-то обыгремел и отболел, просто, понимаешь, это же очень организованный бизнес, это все только кажется, что это бизнес настолько структурированный, я, честно говоря, даже не знаю, какой еще бизнес так организован, он очень узкий, и поэтому, если на этой стороне не было людей, которые могли бы вписаться вот в эту структуру мировую, то сюда и не приезжали, и не потому что артисты не хотели что-то, просто здесь для этого ничего не было. Ну, а мне кажется, и артисты не особо хотели, мне кажется, что... Ну, вот почему им ТВ пришло не сразу, да? Сколько лет Зосимов пытался их покорить? Он не так уж очень долго пытался тут, он довольно быстро это сделал. Ну как, ну вот мы начали без ТВ, там, он начал мечтать об этом где-то году в 92-м, в 93-м, да, в 5-м мы запустили без ТВ, а МТВ пришло в 8-м. Ну, это, знаешь, 5 лет, извиняюсь, совсем недолго. Ну, с другой стороны, я точно помню, как они сначала просто не хотели, потому что не видели... Потому что они не видели бизнеса, это же Муз-ТВ, это чистый бизнес, да, к артистам, не имеющим ни малейшего отношения, потому что не было бизнеса, потом Боря убедил их, что бизнес есть, и, соответственно, они пришли. С артистами всё-таки по-другому. К 98-м году уже много артистов приезжало, уже и Майкл Джексон был, уже и Тина Тёрнер была, и Род Стюарт. Начиная с 93-го года артисты всё-таки поехали. Ну, а и до 93-го года, я помню, мы занимались Пинк Флойдом, 6 концертов в Олимпийском, 89-й год. Потрясающе. А там, не знаю, 10 или 15 концертов в Скорпиансе в Лужниках на стадионе. Так что это всё было, просто не в таком количестве. И, конечно, каждый приезд любого артиста казался вау. Но одно могу сказать точно, что как бизнес, он, конечно, начался с нас. У меня был партнёр Евгений Борисович Болдин. И, конечно, мы как бизнес здесь это начали, потому что до нас мы были первой российской компанией. Потом вот Боря организовал БИС, Стас Знамен. Ну, как-то мы втроём сначала существовали, потом пришёл Лисовский. Но всё-таки мы были самые первые, потому что мы организовали компанию в 87-м году. А как вообще вы оказались в эстраде? Потому что вы же работали с Аллой Борисовной достаточно долго. Ну, правильно, вот мы поехали, я помню, в Индию. Вы закончили институт иностранных языков. Я закончила ИНИАС, я работала переводчицей. И как-то так моя карьера переводческая складывалась, что я работала либо в госконцерте, либо в Министерстве здравоохранения. Мы такие движения на противоположные совершенно сферы. И мы как-то поехали в Индию. Был советский фестиваль в Индии, индийский фестиваль в Советском Союзе. А Горбачёв, Раджи в Ганде тогда был, да, ещё был жив. Подписали этот договор. И мы поехали с Аллой Борисовной. Но мы были два месяца в Индии. А уже к тому времени, когда мы поехали, уже Горбачёв разрешил кооперативы, уже можно было хозрасчётные предприятия. То есть это были такие зачатки бизнеса. И тут мы всё обсуждали. Женя говорит, надо, мы сейчас театр будем создавать. Приходи к нам переводчице. Я говорю, слушай, ну что мне переводчице идти? Это всё неинтересно. Я вот хочу, если заниматься, то глобально. Потому что идея изначально всё-таки была в том, что мы-то считали, что наша культура там очень круто. Можно её промотировать, возить за рубеж. Потому что всё-таки я работала много в госконцерте. Я много ездила и с оркестрами, и с театрами. То есть я понимала, что какая-то часть нашей культуры очень сильно востребована на Западе. Ну и вот идея была, что все знают про Большой театр и про цирк, а про нашу эстраду никто не знает. Вот только, может быть, про Аллу что-то там знают. В Германии, во Франции. А вот у нас столько талантливых музыкантов. Вот мы будем вот этим заниматься. И вот когда Горбачёв разрешил совместные предприятия, это был 87-й год, закон, мы зарегистрировали своё предприятие под номером 3. Да вы что! У нас были такие партнёры, была такая крупная канадская компания, и они, значит, сделали три совместных предприятия. Одно было с профсоюзами, с ВЦСПС, одно с нами, одно с Арбатовым, с Институтом США и Канады. Обалдеть! То есть шоу-бизнес на самом деле был в глобальном приоритете. Был в абсолютно номер 3. Я вам говорю, вот в реестре был, сейчас уже, конечно, этого реестре нет, потому что этой страны уже нет, это что-то Советский Союз был. Да, я помню, когда я пришла, вот почему-то, знаете, какие-то странные вещи, помните, на улице Чехова, которая сейчас всё время забываю, как она называется, Большая Дмитровка, или Малая Дмитровка, Малая Дмитровка, недалеко от театра Ленинского комсомола, там был офис вот этой палаты, которая регистрировала совместные предприятия. Знаете же, какие-то странные вещи. Помню, я прихожу, и там такие дяденьки сидят в галстуках, и я такая, здрасте, я пришла регистрировать документы. Он говорит, а это что такое-то? Шоу-бизнес? Он говорит, а такого слова не было, понимаете, в лексиконе чиновникового. Была эстрада. Ну, эстрада, да, вообще-то шоу и бизнес, это вещи несовместимые совершенно. Я им прочитала лекцию, что шоу-бизнес по доходам на Западе сопоставим с продажей оружия. Они сажали, писали мне быстро. Смешно было. Ну, а вот это же совершенно невероятно интересно. Ой, поначалу это было фантастически. Ну, вы же наездились уже, насмотрелись по полной программе на наших артистов, все эти закулисные, загримерные дела. И вам по-прежнему хотелось с ними дальше возиться? И причем так поселение? Ну, вы знаете, мне это был такой вот... Я все-таки человек, который не может жить без какого-то вызова. Понимаете? Мне так скучно становится. И дальше, если мне становится скучно, я понимаю, что все, уже я это делать не могу. Ну, как-то так мне повезло в жизни, что я всю жизнь могла заниматься, чем я хочу. Ну, вот правда. Я в государственной организации проработала полтора года за всю свою жизнь. Это был оргкомитет Олимпиады 80, где было, конечно, дико интересно. Я только после института пришла. И тут я работала в протокольном управлении, занималась спортивными федерациями. Ну, просто это было дико интересно. И после Олимпиады я пошла работать на курсы, потому что нужно было в советское время, чтобы где-то лежала трудовая книжка. Это было два раза в неделю по два часа. А остальное время я работала как фрилансер. Вот я работала в госконцерте, большую часть. И довольно многое работала вот в Минздраве. Я работала с ВОЗом, ездила в Женеву. А потому что кто-то в семье был в медицине? Нет, совершенно случайно. Я познакомилась еще во время Олимпийских игр с человеком, который работал в протокольном управлении Минздрава. И они меня позвали, говорят, слушайте, есть время, у нас там какая-то конференция, хочешь попереводить. Они очень хорошо платили. Потом они предложили мне поехать переводить сессию МОК в Женеву. Ну, как-то так. Ну, наверное, все-таки действительно это совпадение характера таланта и того, что в нужное время в нужном месте. Вы родились на Арбате, вы выросли в этом богемно-творческом контексте. И вот теперь я понимаю, что вы один из тех людей, для которых границы Советского Союза России открылись значительно раньше, чем для всех прочих. У нас в гостях Надежда Соловьева. После новостей мы вернемся. Оставайтесь с нами в дуале с Тутой Ларсеном Финами. У нас в гостях концертный продюсер и промоутер, председатель правиления компании Савэнтетеймент, женщина-промоутер с большого буквы, Надежда Соловьева. Напомню, наши координаты, вам наверняка захочется задать вопросы. 65 10 99 6 Московский телефон. Заходите на страничку программы в доле на сайте Финам.фм. Как вы попали к Пугачевой? Все-таки очень интересно. Мне кажется, это же такой был вообще такой недоступный объект. Я попала совершенно очень спокойно, потому что я же работала в госконцерте, а, как известно, в советское время артисты не выбирали, кого им давали в переводчик. Никогда в жизни. Артистам давали обязательно переводчиков. Мне казалось, что вокруг Аллы Борисовны всегда было такое, какой-то клан. Все, что было связано с выездом за границу, никакого клана ни у кого не было. Слушайте, а у вас же, наверное, были всякие режимные, там, прочие дела. Мы должны были писать отчеты каждый день. Работая в госконцерте, была такая система. Ты каждый день в конце рабочего дня, но в основном это, конечно, касалось, когда мы работали с иностранцами, ты должен был писать отчет. И если ты этот отчет не писал, то наш оплата делилась на две части. Нам давали 4 рубля на пропитание в день и 4 рубля за работу. Вот я получала 8 рублей в день в госконцерте. И вот эти вторые 4 рубля за работу ты не мог получить, если ты не сдавал эти отчеты. Я писала отчеты следующие. Я до сих пор встречаю нашего куратора иногда. Он смеется, он говорит, что твои отчеты было читать. Одно удовольствие. Я писала 8 утра, завтрак, 13.00 обед, 19.00 ужин, или там 18.30 ужин, 19.00 поход в Большой театр, 24 часа отбой. Он говорит, Слава, почему ты все время сдаешь одинаковый отчет, у тебя что, ничего не происходит? Нет, вы знаете, у меня такой порядок, у меня все построены. А на самом деле... Ну, на самом деле, все почти так писали, но кто-то, наверное, понимаете, мы же не видели отчетов друг с другом. Нет, слушайте, но люди же выходили за пределы страны, и, наверное, как-то там и жужжали, и, я не знаю, веселились, отрывались. Это же, это просто формальность была, которую ты... И, конечно, люди, которые работали в госконцерте, они, конечно, все понимали. А вам приходилось там, не знаю, вытаскивать своих артистов из каких-нибудь казусных ситуаций, прикрывать все время? У меня была ужасная, например, история однажды, я прямо ее с драганием вспоминаю, даже она неприятная для рассказа. Я все-таки не работала, понимаете, с туристами как таковыми, очень мало вот в интуристе, хотя у нас в институте была практика в интуристе, но однажды мне пришлось работать, это был один-единственный раз, когда работала с туристами. Мы пошли в Кремль, приехали американские туристы, значит, и кто-то заболел там из серьезных переводчиков, и меня попросили просто подменить, потому что я же не работала там в штате, а они брали только штатных переводчиков. Ну, это была такая ситуация, мне позвонили, говорят, вот не хотите, я говорю, ну давайте. И такие вроде они все милые, симпатичные, но что-то им не понравился водитель автобуса, что-то им показалось, что он вот как-то... Шпион. Ну, грубый или он шпион, и мы пошли, короче говоря, вышли из автобуса, вот я как сейчас помню, у Маэса, представляете, это вообще какой-то 75-й год, что ли. Вышли из автобуса и пошли в Кремль, там гулять по Александровскому саду, ну и жарко было, это летом было, значит, водитель оставил открытые двери в автобусе, ну и вышел, наверное, покурить. Короче, мы все возвращаемся, чувствуем дикий запах в автобусе. Кто-то зашел и наложил огромную. Да, ну и водитель говорит, я никуда не поеду, пусть твои эти сволочи американские все убирают. А они, значит, орут, что это он. И я, представляете, в ней 19 лет, я пошла, нашла около Кремля там каких-то бабушек, которые там убирались, там в каких-то... И мыл этот автобус. Ну а что было делать? Они отказывались ехать, водитель отказывался... Вести. Вести. Это был мой такой ужасный, жуткий опыт работы. Да, но после такого, наверное, уже вообще выброшенный из окна телевизор традиционный, какой-нибудь рок-звездой уже, наверное, кажется. Ну, знаете, я вам хочу сказать, что наши отличились в этом больше, чем я вам... Я вот не могу придумать вам ни одной... Ну, не придумать, а вспомнить какой-то такой истории, которая меня поразила, вот когда они пьют, колются там, и это создает проблемы. Я могла бы рассказать про отечественных артистов. Как они себя неприлично ведут. Как они себя ведут. Ну ладно. Но не станут. Ну мы не будем. Эти артисты сейчас уже поменяли свой образ жизни, стали, так сказать, продвигать только здоровый образ жизни. Вот это говорит о том, что все-таки цивилизация, она наконец-то дошла и до нас. А вот давайте вернемся в этот 87-й год, когда... Или в каком... Не знаю, в 88-м году. Когда вы поняли, что, наверное, интереснее не возить артистов отсюда, а привозить их сюда. Ну, знаете, мы поняли это... Это же какой челлендж. Да, это челлендж, да. Но, понимаете, в какой-то момент мы понимали, что это не может быть бизнесом как таковым, потому что цена на билеты непонятная была. Мы еще никак не могли вот эту бизнес-составляющую понять. Но в начале 90-х... Ну, во-первых, мы поняли, что вывозить российских артистов можно, опять же-таки, только классических, то есть оркестры, цирк, что мы успешно делаем. А почему наша эстрада там не приедет? Ну, самая большая проблема это язык, понимаете? Если ты не можешь а, петь на их языке и б, самое главное, ты не можешь себя промотировать на их родном языке, ты не можешь прийти в программу к Тути Ларсон американской и часто говорить про свой альбом. Тебе нужен переводчик, а там не понимают, что такое переводчик, понимаете? Я помню, что когда мне удалось какими-то, ну, нереальными усилиями заключить, у нас был такой development deal с компанией Polygram, которая потом стала Universal, на двух артистов, на студию и на Преснякова. И сначала мы решили с Преснякова начать, они сказали, единственный девелопмент deal, это что вот у нас есть полгода, за полгода Володя должен выучить английский язык, должен записать несколько песен с продюсером, которые мы ему дадут, и они посмотрят, есть в этом, так сказать, потенциал для того, чтобы это развивать или нет. Ну, я Вову с детства знаю, обожаю его, он для меня как мой ребенок, да. Значит, я из Москвы, звонила каждый день в Лондон, где они были с Кристиной, а он должен был там к восьми утра ходить в школу, значит, три часа разница тогда была, я в одиннадцать прихожу на работу, звоню, Кристина берет, Кристина, где Володя? Да-да, он уже собирается, Володя, значит, половину этого времени, естественно, в школу не ходил, он записал очень симпатичное демо, но все-таки вот не дотянуло, и такая же история была со студией, они уже не жили там учи английский язык, они тоже записали симпатичное демо, но и в том, и в другом случае, вот они решили, что продолжение, полиграмм решило, что продолжение, ну, хотя бы мы попробовали, да. А у вас была мечта кого-то привезти, вот, ну, вообще все это, ну, привоз сюда артистов, он был потому, что вы любили музыку, и вам хотелось их сюда заманивать, затащить, познакомиться, или абсолютно чисто бизнес? Нет, это мне просто хотелось создать, понимаете, я потратила там первые несколько лет, когда мы создали это предприятие, ну, кроме того, что мы старались вывести, ведь для того, чтобы вывести артистов, надо налаживать контакты там, и мне потом, я же тоже не очень понимала, как это работает, я буквально потратила три года на поездки по всему миру, на изучение того, как это работает, поскольку мы были, большая новость, и нас принимали просто, я не знаю, все кто угодно, иди сейчас, попади к президенту какой-нибудь крупной грамм записывающей компании, тогда двери были все открыты, ну, все, я помню, за полгода посетила руководителей всех мейджоров, не просто... Просто по звонку? Ну, нет, конечно, там у меня были друзья, все-таки я долго работала в госконцерте, у меня были друзья, но даже друзья те не всегда могут, а им самим было интересно, я помню, я приезжала на Медем, у меня еще работала моя подружка, я взяла ее на работу, она переводчица тоже, и мы с ней две такие фри приезжаем на Медем, в Канны, и нас везде приглашают, и мы все рассказываем, и на конференциях выступаем, то есть первые три года мы себя показывали и изучали бизнеса как такового, вот привоза не было, а потом, когда уже мы познакомились со всеми агентами, стали уже вот, так сказать, всерьез заниматься, рассматривать то, кто поедет. А кто первый приехал? Ну, знаете, вот трудно сказать, ведь были уже за время существования нашей компании, был и Pink Floyd, и были Scorpions, и был Билли Джоэль, но это какие-то коллаборации были, это коллаборации были, да, а вот так, чтобы мы одни привезли, я думаю, это был Элтон Джон в 1994 году, когда мы поняли, что вот это уже бизнес. Ну, вот интересно, ведь инфраструктура-то у нас тоже очень сильно хромала, у них же там райдер, вода такая, вино такое, аргентинская говядина, это был ад, гостиниц нет, аэропорт чудовищный, это был ад, как вы выкарабкивались? Вот, понимаете, человеческим фактором, выкарабкивались только так, я помню, когда Элтон приехал, значит, вот Наташа Иванова, которая в госконцерте была моей начальницей, она была самой крупной турменеджер в госконцерте, но уже к тому времени госконцерта не было, она сейчас турменеджер всех моих артистов, я ее беру, и Наташа нашла Аню из Питера, которая гладила Элтону костюмы в 79-м году, то есть мы привезли в команду всех, кого он помнил, знаете, очень важно, когда лица знакомые, ну, вот, человеческим фактором, понимаете? Я вот не представляю себе, как кормить, поить, вот это все же, ничего же не было вообще. Дома готовили, супчики привозили из дома, разогревали. А гостиницы? Ну, Метрополь все-таки и Националь-то были, да, мы выбирали там президентский номер, да, все-таки было, Метрополь и Националь были, было роскошно там в этих номерах, знаете, кварной мебелью. А лимузины? Лимузины вот как-то быстро появились, я вам хочу сказать, в 91-м году, когда все это потом раз, и появились вот эти длинные лимузины, они уже были. Но, в принципе, я же сказала, что все человеческим фактором. Покупали там, не знаю, икру у спекулянтов, деревянные ложки ставили, ну, пытались всеми, так сказать, доступными и недоступными нам способами скрасить их пребывание здесь, чтобы потом, они же главные опинион-мейкеры, да, они идут потом и говорят, надо ехать в Россию, не надо ехать в Россию. Видимо, поскольку все поехали, мы тоже. Конечно, я помню, что... Финам... У нас в гостях Надежда Соловьева, концертный продюсер, промоутер, председатель правления компании Самэндетеймн, которая на протяжении последних 25 лет привозит практически 90% всех больших, крупных знаменитостей, звезд западного шоу-бизнеса в Россию, на Украину. И наш телефон 651099, 69,6, финам.фм наш сайт, заходите на страничку тут ты, Ларсен. Ну, мы так немножко поностальгировали, а все-таки, когда вот действительно вы поняли, что это бизнес и что это в России возможно развить до тех, вот раскрутить до того уровня, как на Западе, когда действительно будет приносить очень серьезные доходы? Ну, знаете, все равно до того уровня, как на Западе это до сих пор не раскрутилось, потому что, понимаете, мы поняли, что это бизнес, но, понимаете, у кого какие аппетиты, одни нефтью торгуют, у них бизнес это вот это, понимаете, а у нас принцип был такой, потратили 10, заработали 10 долларов и 1 цент уже хорошо, потому что, ну, во-первых, вот в этой линейке всех людей, которые участвуют в шоу-бизнесе, самый рискованный человек, это последний в очереди, это промоутер, потому что, если в 90-е годы мы все-таки все почти делали за счет спонсоров, почему бизнес развился? Потому что появились спонсоры. Вам помогал Альфа-банк? Мы очень много сделали с Альфа-банком и не только с Альфа-банком. Появились спонсоры в 90-е годы, понимаете, потому что в 90-е годы рассчитывать только на продажу билетов было невозможно, потому что нужно было делать, потому что с самого начала, поскольку логистически мы находимся вдалеке от основных европейских городов, то приезд в Россию для артистов в принципе не выгоден, потому что ну это такие вещи, они может быть и не очень зрителям интересны, но у артистов все, кто с артистом ездит, получают гонорары понедельно, и только артист получает гонорар за концерт. Значит, представьте себе, за неделю в Германии можно сделать 4-5 концертов. Для того, чтобы приехать в Москву, нужно неделю на один концерт. Все спрашивают, вот все эти досужие разговоры, дико мне раздражающие, почему такие дорогие артисты. Вот именно поэтому, чтобы для того, чтобы сделать концерт в Москве, нужно потратить неделю. То есть в Москве это стоит как 4 концерта в Германии. Абсолютно, с точки зрения, так сказать, бухгалтеров, а это бизнес за эти годы еще тоже не надо забывать. Когда я начинала этим бизнесом заниматься, это был бизнес рукопожатия, это был бизнес промоутеров, независимых. Сейчас это такой же транснациональный бизнес, как любой другой, понимаете? Это бизнес адвокатов и бухгалтеров. И они же ни на что не смотрят, они смотрят только на цифры. Да, и кстати... И если мы... Артист хочет приехать в Россию, ему показывают. Сегодня все артисты почти смотрят на свои. Это что? Вот старик, хочешь в Россию, вот это тебе будет стоить как 4 или 5 концертов в Германии, или 5 концертов в Швеции. И, как правило, артист не выбирает Россию из-за этого? Нет, артист выбирает, только гонорары другие. Наши гонорары заведомо выше всегда именно по той причине, что им стоит приехать сюда в несколько раз дороже, чем гастролировать в Европе. Ну да, мы же еще не учитываем тот факт, что они везут с собой всех техников, светиков и прочего. Нет, но минимум, минимальное количество людей, которые едут с артистом, даже если они везут только бэклайна, 35 человек. И всем этим людям надо заплатить гонорары, и не маленькие, музыкантам, техникам, ну вообще всем. И опять же, гостиница, питание, там, билеты и прочее. Ну, за это платят почти всегда промоутер, а гонорары сами. Вот я вам хочу сказать, что когда-то, я же много очень, у нас большая часть бизнеса, если бы мы делали только концерты с билетом, мы уже давно бы закрылись, понимаете, потому что, почему я говорю, что это никогда не станет таким бизнесом, как там. Мои коллеги промоутеры моего уровня делают там 200 концертов в год, понимаете. На Западе? Да. А мы там типа 15. Это хорошо, если мы 15, а другие промоутеры более мелкие здесь там. Я сейчас про иностранных артистов. Поэтому, конечно, у нас есть другие, так сказать, мы много очень делаем для крупных компаний, мероприятий, мы много делаем корпоративных, мы много делаем для всяких брендов, таких промоционных акций. Ну, вы для государства тоже делаете какие-то большие истории? Для государства мы делаем, да. Ну, мы реально... Олимпиаду в Сочи поддержите? Ну, конечно, мы уже много делали. Ну, конечно, мы самая крупная компания в шоу-бизнесе, и понятно, что у нас это очень структурировано, у нас есть люди, которые занимаются только корпоративными мероприятиями, только государственными. А вот когда, например, какой-нибудь олигарх выписывает себе большую звезду, типа Дженнифер Лопес, это через вас все равно происходит? Не все, конечно, но если бы они делали это через нас как можно больше, они бы получали их дешевле, потому что, в отличие от всех остальных, у нас есть возможность это запросить напрямую. А 90% из тех, кто продает олигархам этих артистов, делают это там через пятые руки. И все эти пять рук должны в результате что-то заработать. Ну, и, наверное, артист тоже заламывает еще больше цены, потому что они в этот дополнительный риск. Конечно, конечно, конечно. Ну, поэтому это все... Ну, мы не так, я могу сказать вам, мы довольно много этого сделали, но это сейчас в меньшей степени все-таки. Те годы, когда выписывали, прям вот, они прошли. Сейчас, знаете, все считают деньги, поэтому это уже перестало быть таким безумием, как было. Я вам клянусь, это было чисто безумием в начале 2000-х. Я представляю, когда за один вечер выкладывается полтора-два миллиона долларов, полтора-два, если бы полтора-два. Ну да, я, к сожалению, не так хорошо с этим знакома. Не рассказывайте мне, а то его поджига сошло. Нет, а я даже и не хочу. Это вообще, на самом деле, очень такая, конечно, вот тема, которую в России очень любят. Я нигде в жизни не видела, чтобы обсуждали это где-нибудь за границей. Ну, это личное дело каждого. Конечно. Если человек не преступник, а у него есть деньги, он может как угодно. Да, но у нас как-то принято сказать еще, вот гад, столько денег потратил, лучше бы помог детскому дуру. Хотя, ну, в общем, может быть, он действительно и помогает, просто об этом никому не рассказывает. А послушайте, а как вообще происходит процесс, собственно, выбора артиста или встречи с ним? То есть, вот 15 концертов в год. Что это? Как эти люди определяются? Это довольно такая отлаженная система. Ну, во-первых, мы смотрим, кто артисты, как правило, объявляют свои туры. Мы всех агентов там во всем мире, 100 человек, понимаете, которые занимаются букированием туров артистов. Ну, мы им пишем, или они нам пишут, что такой-то артист едет в тур, или мы ему пишем. Ну, и дальше делаем сметы бесконечные, понимаете, все это работа с калькулятором. Сидят люди специально обученные, считают, расходы. Дебет с кредитом все реже сводится, могу сказать. Но неужели нету какого-то вот такого, я не знаю, эмоционального участия, когда, ой, как же я хочу этого человека увидеть? эмоциональное участие, во-первых, ну, у меня всегда было, конечно, оно, были какие-то артисты, но сейчас уже, на самом деле, почти всех же, все уж почти, хотя бы по разу-то были. Но все равно нет, конечно, эмоциональное участие есть. У вас есть любимчики? Есть, конечно, у меня есть точно любимчики. Любимчики даже не в плане того, что я люблю, например, я обожаю музыку блёр, знаю их плохо, да, один раз там делала. А есть там артисты, чью музыку я просто слушаю, но они мне нравятся как люди. например, потрясающий совершенно, человеческий Тина Тернер. Знаете, я вот ее концерт все-таки делала последний раз, как-то было, пять лет назад, и то она приезжала на закрытое мероприятие. Ну, вы знаете, я ее встретила там полтора года назад в магазине в Лондоне, она прямо, вы знаете, бросилась на шею. Надя, вот как она помнит, представляете, сколько людей прошло через ее жизнь. Уже, казалось бы, этих промутеров Надей, Мадей, у нее было, вот она все помнит, и она помнит, кто у тебя дочерь, это удивительная какая-то, она, вот из нее сходит позитив. Человек. Человек, таких немного, прямо скажем. Потом, знаете, в начале нашей деятельности, там, в 90-е годы, даже в 2000-е, мы все-таки очень много общались с артистами, потому что вот это опасение все равно было приезда в Россию, и все-таки для артистов было очень важно знать, кто промоутер, потому что, например, в Европе большинство артистов даже своих промоутеров не знают, кто это, они к ним не допускаются. У нас совершенно, конечно, была другая ситуация, я помню, что первый раз, когда мы должны были делать Аэра Смит, мне агент говорит, слушай, ну я не могу подписать никак тур, они вот все про Россию, что-то мнутся, мнутся. Ты не можешь слетать в Японию, у них там концерт, поговорить со Стив Тайлером, чтобы вот, ну он понял, что ты такая классная. Он увидел хорошего человека. и вы знаете, я на один день полетела в Японию для того, чтобы с ним вот познакомиться, и после этого они подписаны. Вот до такого доходило. У вас миссия просто улучшение из-за страны. Я вам хочу сказать, у нас точно, я не знаю, это просто этого никто не понял, но у нас по-настоящему была миссия, потому что более крупных, так сказать, рекламщиков образа жизни и страны, чем артисты, нету. Просто нет, понимаете, потому что то, что говорит там какой-нибудь крупный артист, слушают и читают все. А для вас это важно вообще быть, иметь некую миссию в том деле, которым ты занимаешься? Ну было важно, сейчас уже, конечно, нет. Сейчас уже, конечно, нет, но, знаете, все-таки я хочу... чтобы дебет с кредитом сходил. Дело даже не в этом. Понимаете, вот как-то я утратила вот этот, так мне кажется. Энтузиазм? Энтузиазм как-то, я даже не знаю. Очень, я вам скажу, почему. Я долго думала, понимаете, столько уходит времени на сражения с какими-то непонятными людьми. Знаете, мне один агент, которого я знаю, там, и дружу с ним 30 лет, сказал, это ужасно смешно. Если ты делаешь какое-то предложение, то через 2 часа мы получаем 10 все там в 5 раз превышающие твоё. Из России? Да. Вот как они узнают? Как... И считается... Что такая жесткая конкуренция у нас? Понимаете, это даже не конкуренты, просто очень много людей совершенно непонятно. Тролли какие-то. Да, вот тролли, понимаете. Все они берут у кого-то деньги, кому-то возвращают, кому-то не знаю. Все это какая-то такая ерунда. Ну да, я помню, несколько скандалов же было, когда артисты до нас не доезжали, в Питере, по-моему. Да, все равно были такие скандалы. И вот от этого, знаете, а мне тоже так совершенно вообще с этим не хочется не связываться, и мне так неинтересно, что вот это, конечно, мой энтузиазм подорвало, пригашивает, да, несколько. Ну, а так, в принципе, слушайте, когда стоишь на Красной площади, у тебя поет Пол Маккартни, а ты стоишь за сценой, видишь его сзади, там, и как бы или даже стоишь, предположим, в зале и смотришь, что с одной стороны президент поет песни, с другой стороны простые девочки, это, конечно, ты гордишься очень собой, что ты тоже к этому. Или я, например, помню, как мы с Кончаловским делали вместе 300-летие Питера, когда нашими зрителями были 46 президентов и с женами. Знаете, ну, гордишься какими-то такими мероприятиями, думаешь, вот, тоже внес какой-то вклад. Я очень переживаю всегда за имидж страны. Я вот думала, может, мне станет все равно, мне не стало все равно. А политическим пиаром в свое время вы тоже занимались? Занимались, да, мы сделали много очень успешных, кстати, выбирательных компаний. А сегодня хотелось бы это делать? Нет, вы знаете, мне, ну, вот, если бы, иногда мне кажется, что нет, а иногда мне кажется, вот, я же знаю, как надо это сделать, вот, я знаю. Знаете, когда мне задали вопрос много лет назад, то ли BBC, то ли кто-то, сказали, вот, если вот вам предлагали когда-нибудь работу в государственном органе, ну, предлагали, ну, а чего вы никогда не согласились? Я говорю, ну, знаете, во-первых, никогда не предлагали то, что бы мне там очень хотелось, говорит, а что бы вам вот хотелось? Я подумала, сказала, мне бы хотелось быть министром иностранных дел. Очень смешно, почему-то это вырвалось, но на самом деле, мне кажется, что вот какие-то вещи нужно делать не глобально, а локально, какие-то мероприятия, которые к вящей славе, надежда Соловьева, председатель управления компании Сам Энтетеймент, знаменитый продюсер и промоутер у нас сегодня в гостях, осталось не так много времени, вы еще успеете задать свои вопросы, 65 10 99 и 6, московский телефон, наш сайт финанс.фм, страничка вдоль из Тутты Ларсен, мы все время забываем про новости, уж простите нас, что так прерываемся на полусловие, сегодня можно сказать, что уже вот действительно бизнес здесь, не считая каких-то чисто логистических инфраструктурных усложнений, он есть, он поставлен на ногу и сегодня артист, думая о том, куда бы поехать, скорее включает Россию в свой график. Конечно, с точки зрения того, что здесь имеется, у нас есть хорошие площадки, у нас есть хорошие гостиницы, у нас прекрасный транспорт, с точки зрения бытовых условий мы не только не хуже, мы намного лучше, чем многие другие страны. А билеты продаются у нас? Билеты у нас продаются, но проблема в том, что у нас, конечно, билеты дороже, но ведь это же все взаимосвязано, то, что я вам говорила, что и гонорары выше, соответственно, и билеты дороже. Ну и чего говорить, и уровень доходов населения ниже. Поэтому, конечно, хотя у нас сейчас очень хорошая уже все-таки билетная система, вы понимаете, мы за очень короткое время, за короткий отрезок прошли путь, которые они проходили 50-60 лет, у нас как быстро наладилось билетное агентство, у нас стала продажа билетов в интернете, сейчас ввели электронный билет, то есть в смысле вот в этом мы очень развиваемся быстро, но все равно, понимаете, у нас не происходит, вот там, не знаю, объявляется концерт Депешмод где-нибудь в Париже, и за полтора часа продается там 40 тысяч билетов, но у нас физически это не может произойти, и люди у нас, знаете, ведь, ну, нельзя же шоу-бизнес отделить от всей истории страны, люди все время опасаются, вдруг, понимаете, там, вот сегодня май месяц, а концерт в следующем феврале, а что будет за это время, произойдет ли это, а может у меня что-нибудь случится, люди у нас не мыслят категориями такими длинными, понимаете, поэтому, конечно, для бизнеса это все нехорошо, это все нехорошо, но я считаю, что прогресс очень большой, я говорю, для самих артистов здесь никаких проблем нет, артисты все в гости к нам с большим удовольствием. Существует еще некоторое количество мифов про безумные райдеры артистов, приходилось ли вам сталкиваться с тем, что невозможно выполнить? Никогда не приходилось, приходилось в какие-то далекие годы, просто потому, что страна была другая, сегодня ты можешь выполнить любой райдер, это только вопрос денег. Ну, бывает, я не знаю, какие-то, я слышала такие истории, что там певица просит, чтобы у нее было 18 увлажнителей такой-то марки гримерки и так далее. у нас на самом деле, но только это была певица Марая Кэрри, она просила не 18, а 4, понимаете, но у нее такой, так сказать, бзик, что она считает, что для голоса ей надо очень влажную, ну, хорошо, это был не бигдил, да, ну, поставили ей 4 увлажнителя. Нет, не могу сказать, что что-то такое, что всегда все очень разумно, технологии, ну, кто-то просит, там, не знаю, вот эта знаменитая история, когда агент, кстати, я недавно узнала, что он больше не его агент, у Азнавура был такой агент, Ливон Саян, с которым он жизнь прожил, и мы делали концерт Азнавура в Кремле, и они прислали райдер, и райдер был очень простой, за исключением одного пункта, там был перечень вин, которые мы должны закупить в гримерку, ну, и не мудрство и лука, у нас есть человек, который занимается закупками, он поехал в магазин, звонит оттуда директору компании, говорит, слушайте, я не знаю, что делать, самое дешевое вино, которое здесь написано, оно там стоит, типа, 2500 долларов в бутылку, а самое дорогое 10, ничего себе, ну, там год написано, ну, и директор мне позвонил, что делать, я говорю, слушайте, купите им за 400 рублей бордо, и пусть пойдут, и вот они купили, значит, действительно, эти 5 бутылок бордо за 400 рублей, и мы стоим, нет, ну, вроде все так тихо, и мы стоим за сценой, в перерыве концерта стоит, значит, Тазнавур, стоит от Леон Саян, и приехал президент компании Кортье, он был на концерте, у меня были часы Кортье, мне подарил мой бывший муж, значит, у меня на руке такие маленькие часики, он так смотрит на мои часы, агент Тазнавура, и говорит, Надя, о, у тебя часы, ты купила на Бродвее за 10 долларов, и я, а тут стоит президент Кортье, как вы можете такое сказать, это мне муж подарил, это настоящие часы, он говорит, а, у тебя настоящие, а почему ты решила, что мы должны пить бордо за 400, за какое-то дешевое бордо, когда мы тебе написали, и Азнавур услышал это, отвел его в сторону, что он ему сказал, я не знаю, но дальше темы не было, да, ну вот это, кстати, да, действительно, я часто слышала, что агенты просто жестят так, что там, ну, был такой менеджер, знаменитый у Элтон Джона, Джон Рид, которого потом Элтон Джон спустил с лестницы, который обворовал его вообще все годы, он был большей звездой, чем Элтон Джон, понимаете, он приезжал в гостиницу, он смотрел, в каком номере живет Элтон Джон, и в каком он, и выбирал себе лучший, я помню, в Кремле на концерте, мы там подарили им обоим по банке маленькой икры, Элтон пришел раньше, потому что он приехал, там репетиции, этого Джона Рида не было, залез в холодильник, взял банку икры, банки были чуть-чуть разные, но тогда же очень было трудно, и что нашли, то купили, и вдруг я слышу такой крик, через полчаса, кто открыл мою икру, ты, гад, съел мою икру, это Джон Рид кричит на Элтон Джона, поэтому, когда он его выгнал, я была прям счастлива, я была потрясена просто, кто здесь звезда вообще. Что-то сегодня такое есть, чего вы, может быть, еще не сделали, кто-то, кого вам очень хочется привезти, и вы его не привезли, или уже действительно время собирать камни? Не знаю, я бы хотела, может быть, сделать заключительный прощальный концерт Rolling Stones, которые всегда были моей любимой группой, сейчас вот будет тур в 14-м году, я думаю, что это будет последний, все-таки, наверное. Для них? А для вас? Не знаю, знаете, у меня разные, каждый раз зависят от настроения, от всего, не знаю, я сейчас даже не готова сказать, сколько я еще этим прозанимаюсь, но пока занимаюсь, жалко, знаете, построить, разрушить всегда легко, вы живете со звездой, большой звездой, в общем, российской журналистики, ну и, наверное, международной журналистики, не было ли такого, ну, желания, соблазна создать что-то в телевидении совместно? Нет, абсолютно точно не было желания создать совместного, но, во-первых, что касается телевидения, у меня есть компания, называется SF Production, создала я ее давным-давно, но еще до того, как познакомилась со своим нынешним мужем, я делаю сериалы, телевизионные, художественные, телевизионные, документальные фильмы, и вот с Ланей Владимировичем мы сделали для Первого канала уже три фильма одноэтажную Америку. Про путешествия. Да, вот эти путешествия, где Ваня с Ланей Владимировичем путешествует. Это наш единственный с вами собрать. Но вы сами смотрите телевизор? Я смотрю всегда. У меня телевизор включен в трех, у меня там в доме четыре телевизора, и так как я передвигаюсь по разным комнатам, у меня телевизор включен всегда. Для меня это просто невыносимо, когда телевизор не работает. Я не знаю, я, во-первых, абсолютно news addicted, поэтому у меня всегда включены, где вот новости на разных каналах. Смотреть, правда, особо нечего, но так мне нравится, чтобы звук был. Ну просто вы говорите, я знаю, как надо, может быть, вы знаете, как надо построить хороший телеканал, потому что, например, музыкальные телеканалы погибли, и погибли, как мне кажется, именно потому, что люди, которые их делали, не знали, как надо. Наверное. Ну, наверное, мне кажется, что я уже не построю телевизорный канал. Нет, я не буду лукавить, я не могу сказать, что я, понимаете, построить канал, это надо понимать в программировании. Когда я говорю, как надо, я все-таки в рамках своей профессиональной компетенции. Мне кажется, что я хорошо понимаю про пиар, я знаю, как сделать так, чтобы нехорошо, так говорить, навязать мнение, но хотя бы подать это правильно, сформировать мнение. Вы встретились с Владимиром Владимировичем, когда вы оба уже в общем были вполне состоявшиеся звезды, каждый в своем деле. Чему-то научили вы друг друга? Я не знаю, про него надо, наверное, спросить у него. Меня он научил одному. Все-таки мне мудрость от него передалась. Все-таки как-то он умеет. Иногда кажется, что он как мальчишка себя ведет, а иногда какие-то серьезные вещи я его спрашиваю и поражаюсь ясностью и логичностью его мышления. Он вдруг так ситуацию мне опишет и в такую сторону ее развернет, что я редко обращаюсь к нему за советом и за чем-то. Я, в принципе, стараюсь вообще всю свою жизнь никого не обременять собственными проблемами. Но когда обращаюсь, то, конечно... Ну и, конечно, я восхищаюсь, но сама я так не могу его неравнодушие в жизни. Понимаете? С одной стороны какая-то философия такая спокойного принятия, а с другой стороны неравнодушие? Нет. Ну, неравнодушие... Ему вообще ничего не все равно. Понимаете? Нет такой вещи, к которой бы он был равнодушен. Вот я когда-то в начале нашего знакомства вот я всегда это говорю, я вдруг поняла, что вот ему по-настоящему не все равно, что дети в Африке голодают. Вот все говорят, что им не все равно, но так вот если подумать, я даже про себя могу сказать, что вроде мне тоже кажется, но как не все равно ему, так очень мало кому не все равно. Понимаете? Поэтому вот его неравнодушие, его боль вот за... Удивительно, вот все его пинают, что вот он там космополит, это стало, он сам в какой-то степени виноват своими заявлениями, но я знаю, как он переживает за Россию. Это удивительно просто. И в наших спорах, знаете, ведь сейчас, особенно среди нашего круга, говорят все время о политике, о стране, о правительстве, о всем. Вот кто... Хотелось бы просто вот его, так сказать, обвинители главные, чтобы вот они просто в замоченную скважину посмотрели. Кто главный защитник и главный человек, который говорит, что все все равно здесь будет и все... Это он. А мы, которые здесь прожили, всегда оппоненты. Ну, если все-таки таким широким взглядом посмотреть в перспективу, вы скорее оптимистично настроены? Я всегда оптимистична. Я абсолютно оптимист, пожизненный, никогда не пессимист. Никогда. Во-первых, я абсолютно убеждена, что все будет. Просто, понимаете, люди хотят сегодня и сейчас, но так же не бывает. Понимаете, давайте спасибо говорить, что вот наше поколение пришлось уже на послевоенный период, что мы хотя бы не пережили войну. Знаете, какие-то вещи сами себе должны говорить, но всегда хочется быть здоровым и богатым, а не бедным и больным. И будет так. Спасибо вам огромное. Надежда Соловьева была в доле Стуты Ларсина. Удачи, хорошего дня.